Короче говоря, готовимся к Новому году. Это была пятница. Приближались новогодние праздники. Я в полной мере подготовился к этому событию. Но на самом деле чё-то нифига. Я даже не знаю, что буду дарить на Новый год своим друзьям и родственникам. А ведь раньше всегда очень ответственно подходил к оформлению подарков. Если я один умею делать такие крутые подарки, то с Ромой будет даже в два раза лучше. Поэтому я отправился к нему в гости. Я прибыл на место. Рома встретил меня хлебом и солью. Провёл обряд посвящения. Это было странно. Хотя вообще для него это было стандартной процедурой. Наконец мы поздоровались. Сели на диван и стали думать, как мы собираемся отмечать этот Новый год. Чтобы лучше думалось, мы решили немного перекусить. Но в преддверии Нового года из продуктов у Рома были только мандарины. Мы поели мандарина. Выпили мандариновый сок. Поели мандариновое жаркое под мандариновым соусом, посыпанное мандариновой стружкой. А на десерт съели мандариновый джем. Я вспомнил, что у меня аллергия на мандарины. Хорошо, что она пока никак не проявляется. Мы вернулись в комнату и стали выяснять, где будем отмечать сам праздник. Так как прошлый Новый год мы праздновали у меня, я сказал, что в этот раз мы будем отмечать здесь. Рому такой вариант не устраивал. Он сказал, что в его однокомнатной квартире не хватит места для всех гостей. Мне было лень придумывать аргументы. Поэтому я смял листочек и кинул его в Рому. Он кинул в ответ. Я сделал из листочка самолетик и запустил его. Ромин самолетик не заставил себя долго ждать. Я решил пойти дальше и сделал из листочка танчик. Ромина голова приняла основной удар. Он достал ноут. Я достал ноут. Мы хотели кинуть ими друг в друга. Но чтобы избежать большого количества жертв и разрушений, мы решили уладить конфликт мирным путем в Вартандере. Условились, что набивший наименьшее количество фрагов принимает гостей у себя. Мы запустили игру. В первую очередь отправились воевать на авиации. Я выбрал советский штурмовик Ил-2. На вооружении Ромы стояла новинка игры. Французский истребитель Д-510. Мы ворвались в бой. Я пережил первую атаку. Вторую. Третью. Действительно, Ил-2 летающий танк. Сбил несколько самолетов. Вражеским бункерам и окопам тоже досталось. Рома не отставал и в виражном бою настреливал противников только так. Победа была за ним. Что ж, 1-0. Я предложил сменить локацию и пересесть на наземную технику, чтобы все было честно. Я остался верен родине и взял современный Т-64. Рома оказался агентом Запада и выехал на М60А1 с динамической защитой. Но уж в танковых боях мне точно не было равных. Броня 64-ки спасла меня не раз. Я обогнал Рому по очкам за считанные минуты. 1-1. И что нам это дает? По всей видимости, гостей придется приглашать на улицу. В итоге мы решили снять нормальную большую квартиру и не париться. Стали думать над подарками. Я должен был сделать подарки своей маме, папе, бабуле, двоюродной сестре, другу Лёше, подруге Юлии, племяннику мужа Раф Ахмед, Амир Сулейман, Шараф Эльди. Рома должен был сделать подарки своей кошке. И всё. С моей мамой всё было просто. Она любит сиреневые орхидеи. Поэтому подарю ей утюг. С папой было посложнее. Он любил маму. Поэтому подарю ему сиреневые орхидеи. Другу и подруге подарю незабываемое путешествие в Челябинск. Калимянник на Новый год хотел вейп. Подарю ему азбуку, пусть развивается. Для всех остальных придумаю подарки чуть позже. Я посмотрел на Рому. Он активно придумывал, что подарить кошке. Три килограмма корма или всё-таки пять. С подарками вроде тоже порешали. Оставался контрольный вопрос. Кто будет готовить горячее блюдо и салатики? Рома предложил сделать мандариновый торт. Я очень хотел жить, поэтому решил заняться готовкой самостоятельно. Как же здорово мы всё продумали. Осталось только придумать, где на всё это мы возьмём деньги. Короче говоря, готовимся к Новому году. Ну а пока мы думаем, как избавиться от последствий аллергии и едим мандарину, у тебя есть время, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. А также напоминаем, что ссылка на бесплатную игру War Thunder в описании. Перейдя по ней, вы сможете получить крутые бонусы. А также зацените предыдущее, короче говоря, на этом канале, который выходит здесь каждую пятницу. Спасибо за просмотр!